Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня разгадываем девятый день событий Тайны Зерота. Для начала в таверне нам нужно поговорить с Бобби. После этого нам даётся задание, которое завершается у оружейника Корифа, в кузне. Далее нам нужно прилететь к берегу Пробуждения. Мы, конечно, можем использовать ТП-шечку в Нилтаре, если он у нас проведет в этом сезоне. А если нет, то просто летим к озеру с Василисками. Карнаты есть на экране. Мы прилетаем и наша задача найти розовую, золотую пыль. Конкретно нам нужно найти 50 единиц. И такие маленькие осколки, которые валяются на земле. Нужно включить свои глаза на максимальную мощность. Можно использовать идол Анары, он нам поможет. И ищем, собираем. Собирать можно вместе, поэтому если кто-то нашёл на каком-то другом слою, то можно подинвайтиться и вместе забрать требуемый итем. Как было сказано ранее, нам потребуется 50 пыли. Игра решила надо мной подшутить и выдала мне 49. Поэтому пришлось лутать ещё один контейнер. Далее нам нужно прилететь к водичке, где идёт соприкосновение с лавой, магмой этой застывшей. Там находим жгучий плавень. Небольшие серые кучки. Собрав 4 таких кучки, мы гарантированно вылутаем 8 нужных нам жгучих плавней. 8 нужных нам предметов. Первый берег находится сверху, если мы обратим внимание на карту. А второй берег находится снизу. Вспоминаем события осады драконьей погибели. Летим аккуратно, чтобы нас не сбили с паунта. И забираем нужные оставшиеся жгучие плавни. После сбора всех предметов, летим к кузне хранителя земли. Именно там мы будем выковывать нужный нам ключик. В награду мы ещё и трансмот получим. Довольно-таки интересный, приятный и красивый. Такой вот хороший бонус по завершению 9 дня. Прилетев к кузне хранителя земли, выполняем квест. Кликаем по кузне, жмём экстра батон. Не забываем вжать игрушку, факел. И на этом всё. День 10. Начало, как всегда, в таверне. Говорим с оберегательницей Катас. После этого летим в равнины Анары. А именно, в главную деревушку, Марукай. Там нам нужно поговорить с ханом Сансок. После того, как мы с ним поговорили, покликали, покликали диалоги, нам выйдут знамя. И нам нужно отыскать Джихару. Джихара, хозяйка таверны. Летим по координатам. С ней теперь разговариваем. Разговариваем, разговариваем. Она ещё нам даёт итам. И потом, по идее, мы должны летать по пирамидам, но это всё можно скипнуть. Просто-напросто мы можем прилететь в пещеру, где пауков куча, где ещё локалка находится. И там, поднявшись наверх, находясь вне боя, мы используем знамя. На этом всё. День 10 окончен. Нам ничего не нужно искать. Просто пару перелётов. И всё готово. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует...